И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Перед тем, как перейти к основной теме выпуска, остановлюсь на новости от Минфина. Минфин России предложил сократить финансирование госпрограмм развития здравоохранения и развития образования. Сокращаемые суммы внушительные, впору уже ставить вопрос об этом перед Путиным лично. Ибо лично я вижу в этом только одно – желание Путина и его окружения сделать из наших детей общество, неспособное мыслить, а также общество, думающее только о том, где бы найти деньги на свое лечение. Граждане властимущие, а не позорно ли вам экономить на образовании и здравоохранении? Может, скинетесь, продадите пару-тройку замков или вилл в Испании, Франции, ну или в Париже, да и не нужно будет ничего сокращать. Это же просто позорно, страна, сидящая на газе нефти, экономит на таких важных моментах – это просто нонсенс. Но зато в Совете Федерации Матвиенко на вопрос о сокращении расходов вот в этом Совете Федерации ответили резким отказом. Знаете, что они там сказали? Любое сокращение объемов финансирования должно производиться на основании конкретных расчетов, пока непонятно, за счет каких источников можно снизить объемы финансирования Совета Федерации. Видите ли, они не видят, за счет чего можно урезать свой паек? Также странным смотрится финансирование бывшего премьера, а ныне заместителя председателя Совета Безопасности Медведева. На фоне снижения финансирования медицины и образования, а под нож собираются пустить не только эти отрасли, под нож пойдут и госпрограммы развития промышленности, не обойдет сокращение расходов и космическая отрасль. На фоне всего этого Медведеву выделят 1 миллиард 700 миллионов рублей. Я уже не говорю про администрацию Путина, и на деятельность Путина у них также вообще пошло огромное увеличение расходов. Но как такие расходы на себя любимых могут быть при общем падении всего и вся? Ладно, бог с ними, но к этой теме мы еще вернемся. А теперь переходим к нашей основной теме. Глава российского правительства Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток, а он там будет целую неделю, не планирует посещать Хабаровск. Ну, а если говорить по-народному, он просто испугался посещать этот город. Причину отказа премьера от поездки в Хабаровск в пресс-службе правительства не назвали. Но ранее эта поездка планировалась, как, кстати, и поездка Путина в данный регион. Но внезапно их планы поменялись, и вся эта команда бравых управленцев решила аккуратно обогнуть Хабаровский край, ну так, невзначай. Ну да, а что с ними, с хабаровчанами разговаривать? Они уже весь этот обман раскусили, первыми в своем большинстве поняли, кто есть кто на этой политической арене, о чем с ними диалог вести. Власть по-прежнему, как мы видим, продолжает открыто выражать неуважение к своему народу. Лично я вижу здесь даже не боязнь, а, наверное, некоторое, еще раз повторюсь, презрение. Ну как это так? Едет глава правительства с поездкой на Дальний Восток, а посетить один из самых крупных региональных центров не желает. Я представляю, как сейчас негодуют сами жители Хабаровска, но ничего не поделаешь. Не хочет с вами общаться эта элита, так называемая. Наверное, не считает ваше мнение важным. Ну что ж, вы, гражданин Мишустин, не выйдите к народу, не поговорите с народом или просто уже нечего сказать. И ведь реально сказать-то уже нечего. Правительство Мишустина вводит страну в страшный искусственный кризис. Уже появилась информация из различных открытых источников, что в самое ближайшее время России ждет такой кризис, который ударит по каждой семье. Прогнозы неутешительные. Мы уже видим, что в Минфине паника, они начинают искать пути сокращения расходов бюджета. И естественно, экономить они собираются на нас с вами. Для себя любимых такой задачи не стоит. Такое поведение Минфина может говорить только об одном, что в ближайшее время нас ждет экономический кризис, которого мы еще не видели. Ну а скроет все это та самая самоизоляция, которая якобы и станет причиной, но на деле причина в совершенно другом русле. Это та безграмотная политика правительства Мишустина и самого Путина, которая проводится в стране. Деньги от нефти и газа продолжают оседать в карманах иностранных граждан. Российскому бюджету достаются крохи. Таким образом, иностранцы, владеющие нашими природными ресурсами, богатеют, а народ превращают в самых настоящих рабов. Знаете, с таким положением дел не каждый смирится. Но похоже, власть это не хочет понимать. К чему все это приведет, я думаю, вы знаете. Остается только ждать и следить за ситуацией. Интересно посмотреть, как Путин со своим обслуживающим персоналом сами себя будут топить. Жаль только, что за все это заплатим мы с вами, своим финансовым положением и своими жизнями. На данный момент все. Скоро мы снова встретимся с вами.